Всем привет-привет! С вами Флешка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развивать наше WG Express. Мне в награду в прошлой серии дали 16 хопперед бонсайчиков, и я решила пустить их на полезное дело. Я знаю, что эссенции нужно будет много, ну как бы здесь есть мистикал агрикалчер, эссенции нужно будет много. Дальше этот вопрос просто не обсуждается, неважно для чего, для заданий или для меня, ну как бы летающую броню никто не отменял, поэтому хочется. Я тут немножечко нашалила с этой центрифугой, трубы, ну окей, нормуль, если их апгрейдить, они хороши, центрифужить себя потихонечку, и проблему меда решила вот таким вот образом, Незер, Незеровские медовые тенки, и опять сломался рецепт. Мне кажется, у меня какая-то беда с рецептами, что-что-то, что-то у меня не так, то есть только перезапуск игры это чинит, я сделала два, и вроде бы после того, как я его киркой снесла, у меня сломался рецепт. Не знаю, с чем-то связано, но посмотрим. Давайте сразу беремся за задание, потому что мне жутко интересно, что от меня хотят. Я за кадром немножечко покопала, сделала себе алмазный хаммер, и так как у меня есть, были книжки на фортуну, то повесила хаммер и на кирку, и на тяпку, и на молот. В результате накопала всякого и много. Пришлось уголь, ляпись, редстоун, вообще, я редстоун и был в этом, ну, много всякого накопала. Что от меня хотят? От меня хотят алмазные чизы, ну, как бы, окей, а еще что-то? А, еще 8 тнт. А вот 8 тнт, это интересно, а еще что-то? Есть еще заказы, нет? Хорошо, начнем с алмазного чизла. Это даймонд чизл, это не должно быть проблемой, это просто всего лишь палка и алмаз. Я, видите, алмазами раскидываюсь налево-направо. А еще, а еще, я погуляла и нашла все-таки в Незере крепость. Гулять было не так страшно. У-у-у. Челлендж комплитнула. Какой такой челлендж? Его что, не нужно отправлять? Нет, его тоже нужно отправить. А что за челлендж-то был? Ачивку просто получила. Так, игра, не пугай меня. В общем, я нашла крепость в Незере. Да, гулять было не так страшно. Без Алекс Мода гулять намного приятнее в аду. Давайте быстренько отправим его, чтобы к утру уже получить награду. О, следующее задание прилетело. Давайте посмотрим, что от меня хотят. 16 магмабриков. Так, 8 ТНТ. 8 ТНТ. 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 И, конечно же, в аду я поставила себе телепорт. Мне нужно как минимум 40 пыли ганн павдера. Но для этого у меня есть пчела, которая дает крипер-штучки. Только нужно их отцентрифужить. Вот, теперь у меня есть точка фортресс. И это замечательно. Отцентрифужу руками, так будет быстрее. Ух ты! А крипер-пчелка тоже дает один к одному. Блин, круто! Так, еще 4. А, только пустой, кстати, рукой. Я тут наловчилась. Зажимаю shift. А на мышку просто ставлю. Ставлю чашку. Вот, отлично. Замечательно, замечательно. Песочек это у меня весь. Но мне нужно всего лишь 8 ТНТ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. И остальное можно отправить в дроверс. Нужно и эти дроверсы залочить. На самом-то деле. Так, и это мы отправляем в коробочке. Это влезает. Я что-то думала, что компьютер мне будет доступен пораньше. Ну, окей. И что еще от меня там хотели? Чизл, ТНТ и 16 магмабриков. А вот насчет магмабриков я даже не уверена. Мабрики. Вот такие вот магмабрики. Нужно 16. Я не копала эту штуку. То есть я получу только 12 на выходе. Из того, что у меня есть. А нужно еще 4. Блин. Нужно тогда сходить в ад, наверное. Сходить в ад и набрать этих штук еще. Окей. Ну, для начала я бы, наверное, утра дождалась. Забрала награду. Посмотрела, может, еще какие-то задания будут связаны с адом. Может, кого-то сфотографировать надо. Есть. Награду мне дали только одну. Интересно, за что? То есть на посылке не пишет, за что мне дают награду. Класс. Эндерчесты. Круть какая. У меня тут сундук. Сундук-бардак называется. Интересно, у них есть рецепт? У них есть рецепт. Ну, окей. Но все равно круто. Все равно круто. Так, давайте краситель сюда. То есть задания у меня только эти стоят. И у меня уже практически седьмой уровень. Ничего не дают мне. На мне шапочка. У меня есть еда. Я, кстати, расширила свой бэкпак. Они очень просто расширяются, не удивление. Железный, золотой, потом алмазный. Можно еще сделать незеритовый. А мне пока что нету незерита. И можно сделать всяческие апгрейды. Я нацелилась на магнитный апгрейд, но очень жестко обломалась на моменте, когда мне нужно было стики пистон. Ну, есть, конечно, варианты. Можно поискать джунглевый данж, например, и там стырить липкие поршни. Либо же можно магма-крема перегнать через какой-то там изолятор, инзолятор. Ну, в общем, отсепарировать. Отсепарировать эту. Там где-то есть. Я туда ходила. Блин, где-то там наверху. Отсепарировать Blaze Powder от шарика. Где-то тут есть у меня магма-всяческие штуки. Значит, выше. Значит, выше, но явно в ту сторону. Окей, значит, нужно будет пробиться немножко. Хотя я уже не сильно уверена, что действительно в эту сторону. Ой, кажется, не в эту. Блин. Началь, началь. Совсем в другую сторону это было, к сожалению. Вот. Мне не так, чтобы их много теперь надо. Но какое-то количество нужно собрать. Может, их еще на что-то нужно будет. Тут такие бешеные эндермайны носятся, честное слово. Совсем угорелые. Очень странные биомы. Очень напряжные. Особенно ледяной какой-то. Очень стрёмный такой. Страшный. Но еще есть очень красивый биом с кварцем. Где вот кварц растет как кустики. Так симпатичненько. Прям сил нет. Так, у меня есть 18 штук. Может, нужно еще чуть-чуть. Клажка, не ленись, собери еще чуть-чуть. Это вдруг потом еще на что-то нужно будет, а у меня не будет. Да, и вот этот соулстоун, который из мистикал агрикалчур, тоже пригодится. Его тоже нужно с запасом брать. Потом этой пыльки надо и надо. На всяческие апгрейды. Особенно, если придется делать семки. Ну, если их не будут давать, а нужно будет делать семки всяческих монстров. Там эти баночки. Ой, не наделаешься потом. Вот. Я, главное, в эту сторону себе не помечала дорогу вообще никак. Я шла. Просто посмотрите, как я блуждала. Я зашла достаточно далеко сюда. Потом сделала круг. Потом сюда. А потом через эти холодные земли. И только здесь дошла до этого. Короче, мой путь строился так. Так, лишь бы можно было пройти. Неважно куда, лишь бы можно было пройти. Вот так и гуляла. Так, тут нужно пройти как-то аккуратненько, чтобы не убиться. Потому что убиться я всегда в аду успею. Окей, кубики есть. Но вот эти порталы, которые ты можешь просто так проходить, я прям в шоке. Интересно, насколько они нагружают машинку. Потому что, ну, выглядит как сильно. Они должны постоянно держать подгруженным и то, и то пространство. Даже не знаю. Так, значит, у нас есть 12. Нужно сделать еще 4. И отправить. Откуда у меня семечки влетели? Хороший вопрос. Коробочку. Раз, два, три, четыре. Это еще влезет в... Просто в посылку. Замечательно. И отправляем. И уже есть новые задания. Ей! Я очень хочу поднять уровень до компьютера. И меня просят, что... Эндермена. Эндермена. А у меня что? У меня есть фотография Эндермена. Да? Вот. Смотрите, какой красивый кадр. Просто шикарный. Высокохудожественный, я бы сказала. Эндермен получился отлично. Я думаю, что ему понравится. И Эндермену, и чуваку, который заказал фотографии Эндермена. Так. Держите, пожалуйста. Я надеюсь, что фотографии, которые сделаны заранее, они тоже годятся. Очень на это надеюсь. И теперь просят меня 16 бутылочек меда. Дорогой мой человек. Да вообще без проблем. Чего-чего-чего? А бутылочек меда, Энд, прям с радостью. Забирай хоть все. Ну, войдить мед, ну, не поднимается мне рука пока что. Я прям уверена, что в какой-то момент мы начнем его войдить. Но пока что не поднимается. Отлично. Отлично. В результате все вот эти три задания выполнены, которые у меня на доске висят. Что? Что длинненького? Даже не знаю. И у нас только... А, уже закат. Что же касается слаймов. У меня есть теория. Вот здесь на болоте. Тут просто фактически нету никакой суши. И я думаю включить отображение чанков. И в каждом чанке хотя бы пятачок сделать какой-то суши, чтобы они могли спавниться. Звучит как хорошая идея. И нужно будет это обязательно попробовать. Вот. Или же посмотреть на слайм-пчелу. А нету слайм-пчелы. А есть какая-то... Хорошо. Просто слайм-бол. Нет, его нельзя центрифужить. Опа. Опа. То есть нету слайм-пчелы. Даже чисто теоретически нету. Очень интересно. Как у нас тут дела двигаются? Ты разделяешь мед на два тенка? Да, он разделяет мед на два тенка. И центрифужит мне потихонечку всякое. Красота. Автоматизация. Я сказала, флешка втыкнув две трубы. Ну, как ни крути, автоматизация, да. Можно уже поспать? Я хочу, я хочу следующий день. Можно? Можно уже следующий день? А теперь можно? Можно? Можно. Ура. Та-дам. И мы уже на середине седьмого уровня. То есть буквально парочку заказов нужно выполнить. И мы получим восьмой уровень. А это компьютер. Мне дали четыре рамки. Спасибо большое. Мне дали алмазный сундук. Тоже люблю такие штуки. И. О-о-о. Опиаре бридинг. Я теперь прямо здесь смогу сближивать. Скрещивать своих пчел. Мне нужно поставить сюда пчелку в банке раз, пчелку в банке два. А потом два определенных цветочка, которыми они размножаются. Я даже не знаю с кого начать. Видимо мы по заданиям придем к кому-то, кого мне не будет хватать. Так. Сундук, рамка, бумага сюда. И посмотрим что от нас дальше хотят. Вот есть заказ. И хотят от меня крафтер первого уровня. У-у-у. У-у-у. Очень интересно. А ну-ка. Крафтер, я так понимаю, что это из RF Tools. Только вопрос, как он здесь залочен. Вот этот красавчик. Так. Ну, пока что на первый взгляд все нормально. Это что? Blue Day. Blue Day я могу сделать из ляписа? Могу. Так. Отчет так просто. Отчет так просто. Нам еще понадобится Red Stone. Факела. И крафтовые столы. Ну и два ляписа. Ха. Как-то на удивление очень просто. И меня это настораживает. Крафтеры замечательные вещи. И крафтер сможет мне перекрафчивать эссенцию. Люблю его за это. Так. Мне нужно два крафтовых стола. И также два Red Stone факела. И это все мы можем отправить в конверте. Для этого не нужна какая-то особая упаковка. Конверт в жмаке. Готово. Но это явно еще не даст нам восьмой уровень. Вот. А вот это уже пахнет восьмым уровнем. Что от меня хотят? От меня... От меня просят шестнадцать шрумлайта. Пошли-то по тяжелой артиллерии. Опять в ад, да? Опять меня в ад отправляете. Сколько можно? Ну, шрумлайт должен быть прям тут возле входа в грибочках. В синих вроде бы тоже спавнится. Они не только в красных. Хорошо, что я заспавнилась прям в этом биоме. И все под рукой. Только шестнадцать штук это не так уж и мало наковырять. Ну, давайте я тут поотжимаю у деревьев светяшки и вернусь к вам, когда будет готово. А еще, как показала Джей, эти грибочки, оказывается, здесь можно выращивать. Смотрите, их можно через пот выращивать из грибов. Вот. Либо в фитогеник-изоляторе. Кстати, выглядит более эффективным, более быстрым. Но здесь нужен какой-то вот определенная земля. Можно, конечно, ее силк-тачим собрать, но это не наш вариант. Нужно просто грибы намазать. А, еще нужен фунги. А, это тоже грибы. Грибы с грибами на... На грибы. Грибы с грибами на грибы намазать. И у нас получится вот такая вот земля. Можно будет, даже нужно будет сделать потом по горшочку такому, чтобы на всякий пожарный вдруг нам еще пригодится в каком-то задании. Это сейчас от меня просят по 16 штучек, там по 8 штучек. А потом я видела, что там у ребят случается с заказами. Это дальше, дальше, ребята, не шуточки пойдут. Мне кажется, что когда компьютер мы получим, тогда нам откроется более серьезный рынок и заказы будут такие, знаете, увесистые уже. Пока что мы отправляем это каким-то обычным курьером и просто не можем отправить нам целый вагон. А когда мы будем прям бородатые такие доставщики, тогда у нас будет больше вариантов. Что от меня просят? От меня просят посетить черри блоссом форест и сфотографировать его. Я где-то видела здесь черри блоссом деревья, но, насколько я поняла из книжки гайда, это не подойдет. Нам нужно находиться конкретно в том биоме, который нас попросили. И, видимо, для этого нам дали пару заданий назад Nature Compass. По большому счету, я бы подождала заката. Да, так как он уже рано. И тогда уже отправилась. Что же говорится про биом черри блоссом форест. И он от меня в 1500 блоков вон в ту сторону, именно куда я не ходила. Вот сюда вниз мне нужно будет сходить. Спальник у меня есть. Большой проблемой это не должно стать. Но хотелось бы забрать награды за вот эти два задания, которые я уже сделала. И чем же нас порадует утро? Какими новыми заказами? Ну, во-первых, наградами. Мне дали вуджетпак из механизма. Это круто. А также дали аметрин. Это вообще из чего сделано? Ты что такое? Я даже не могу посмотреть из чего. Ой, это что-то крутое. Сколько на тушке защиты? Девять? О-о-о. А что это такое круто? Давайте мы это оставим на какой-то, не знаю, бой с боссом. Бриджетпак тоже оставим. Мне пока что нету газа, которым его заправлять. Но мне тут давали электролитический сепаратор. И мне кажется, именно для этого его и давали. До восьмого уровня еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Так, что здесь? Здесь от меня просят. Опять череблосом? Да я сейчас сделаю. Расслабьтесь. Не надо мне это повторять 10 раз. Все, отправляюсь в путешествие. Значит, компас показывает вниз. Туда и пойдем. Взяла с собой несколько баночек для пчелок. А вдруг я встречу кого-то, кого еще у меня нету. Хотя, честно говоря, я уже даже не помню, кого у меня есть, а кого нету. Надо еще, знаете, что сделать? Нужно сделать себе животных. У меня тут рядышком вот много коров ходит. Нужно их все-таки заманить и перевести к себе. По большому счету здесь есть сафари-неты из Industrial Forgoing. Но пока что я не могу их сделать. У меня нету слез Гаста. Можно пойти, можно сделать лук, пойти в ад и попытаться выбить Гаста. Я одного только видела. И у меня получилось от него убежать. Я не очень сильно хотела с ним драться. У меня получилось от него убежать. Тысячу блоков туда. Здесь нету Journey Map. Так что поставить себе точку и идти на точку нельзя будет. Видите, какое тут болото? Вообще, твердых мест по сути нет. Чисто теоретически. Ну, Swamp Lands здесь должны бы спавниться слаймы, если тут есть чанг слаймовый. Но его нужно поискать. Так, я сейчас переберусь через эти горы. Это не сильно интересно будет, как я буду тут прыгать по каменюкам. И посмотрим, какой там дальше биом. Очень трудно ходить по этим холмам, но я уже эти горы решила просто обойти. Нету сил прыгать туда-сюда. И только ботинки разбиваю. А тут можно и в обход. Вот какая красота там. Вот почему я этот лесочек сразу не нашла? Мне нравится такой лес. Я не очень люблю всяческие тайговые биомы. Сам Спрус или там Даркок мне очень нравится. Но биом, именно цвет травы не сильно. Теперь, чтобы сделать правильную фотографию, нужно находиться в биоме. Я тут пока гуляла, еще нашла две деревни. Наворовала жителей немножко. И сделала очень красивую фотографию голема. Просто он такой милашка. Нет, тут котик умирал. Я не успела его зафотографировать. Где голем? Где мой голем? Так, тут тоже котик убежал. Я хотела котика сфоткать. А они такие шустрые, прям сил нету. Вот. Правда красавчик? Немножечко с ландшафтом слился. Но, да, горизонт завален. В общем, фотография отстой. Шучу. Мы находимся сейчас в биоме. Так, и сделаем вот красивую фотографию. Вот. Супер. И теперь эту фотографию можно отправить чуваку по заказу. А все остальное просто сбросим в рюкзак. Потому что слишком много всего. Осталось теперь вернуться домой. Я, наверное, пойду в обход. Я не буду пробираться через вот эти горы. Я думаю, что вот так вот обходными путями мне будет проще домой добраться, чем через все эти... Тут столько этих подъемов и спусков. Просто с ума сойти. Домой. Сделала фотку. Домой. К сожалению, по пути я не нашла ни одного вейстоуна. Очень хотелось. Здесь не так сделано, как обычно делается генерация вейстоунов. Обычно, ну, по стандарту, если ничего не крутят авторы модов, точнее сборок, они спаунятся в деревнях. То есть деревня вейстоун, деревня вейстоун. Здесь нет. Здесь вейстоун и спаунятся вот как-то там в чистом поле, где-то под деревом там заспаунился и все. Тебе повезло его увидеть и найти? Молодец. Не повезло? Ну, как бы, твои проблемы. Много-много пчел, но никого из неизвестных мне я не встречала. Возьму тыкву, мне нужно размножить тыквы. У меня есть много жителей, которые уже по второму кругу трейдов, то есть не начальные, а вторые, хотят тыквы. И почему не поставить один хоппер с тыквами? Почему бы и нет, как говорится. Значит, поставлю. Топать. Ну вот, наконец-то. Дом, милый дом. Я пока путешествовала, я раз 20 сломала себе ножки. Судя по звукам, которые издавал мой персонаж, это было просто ужасно. Теперь нужно найти именно ту фотографию, которую нужно. Так, черри блоссом. Я еще сфотографировала лисичку. И сфотографировала волка. Не знаю зачем, но мне почему-то так вот эта идея с фотографиями нравится, что я не могу оторваться от них. Вот, отправляем это. А что теперь просят от меня? Что это такое? Флоппи-диск. Это я, наверное, могу сделать. Почему нет? Дискетку. Давайте сделаем флоппи-диск. Самый простенький, да? Я правильно понимаю? Разницы в них нету. Значит, это у нас редстоун, бумажка и черный краситель. Черный краситель еще должны были быть. Я немножечко поиздевалась над сквидами бедненькими. Я не думаю, что они в обиде на меня. Но и надо будет, наверное, RGB пчелку запустить. Вот прямо сейчас и запустим. Сейчас отправим эту штучку и запустим RGB пчелку, потому что мне явно все чаще и чаще становятся нужны красители. А делать их из подручных материалов как-то не очень хочется. Пускай пчелка поработает. У меня еще один этот свободненький. Тут все уже забилось, как всегда. Можно, кстати, их залочь, чтобы они не вылетали. Я же тебя залочила. Чего ты вылетела? А ну сиди здесь. И ты сиди здесь. А ты гуляй. Вот, ты гуляй. Кто еще влетит? Все, залочить. Так, нет, RGB гуляй, а все остальные сидите. И ты тоже сиди. А ты кто? RGB. Хорошо. Всем сидеть. Гуляй только RGB. Иди гуляй. Теперь нужно дождаться заката и посмотреть, что мне дадут награду. А, еще задание, 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 задание. Тропическая рыбка. Тропическая рыбка. А вот это интересный поворот. Насчет тропической рыбки. Я даже, честно говоря, не знаю. У нас здесь просто океан. Есть ли здесь тропические рыбки? Это хороший вопрос. Вот если я поймаю то, что у меня здесь водится. Это у нас не тропическая. Это кот. Кот, кот сиди живи. Как говорится. Может у меня где-то здесь есть тропические рыбки? Не сильно я в этом уверена. Это нужно идти куда-то, где есть кораллы, скорее всего. И там будут тропические рыбки. Нужно искать этот теплый океан. По большому счету компас у нас есть. И мы можем их найти. Но сейчас я хочу получить награды. И хочу получить свой восьмой уровень. Итак. Восьмой уровень. Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Мне в награду дали компьютер. Блин. И мне в награду дали алмазный бэкпак. Еще один. Ну пускай будет про запас. А я его уже скрафтила. И компьютер я уже скрафтила. Интересно, компьютеру нужна энергия? Если да, нет, я все равно хочу здесь держать. Будет у меня компьютер на меде работать. Вот. Да, ты жрешь энергию? Да, он жрет энергию. Хорошо. Значит, тогда нужно будет взять сюда баночек меда. Но не сильно много жрет. Потом, когда сделаем рефочку, здесь я чисто сделаю офис. У меня здесь будет чисто офис. И ничего больше. Кровать, столик. Не знаю. Может, каких-то декораций здесь натыкаем. Итак. У нас есть интернет. В май на Амазон мы можем залезть и за 100 баксов купить себе контроллер. Потом на девятом уровне можем уже покупать Вейстоуны тоже по 100 баксов. Какой у меня баланс? Да без... Ноль у меня баланс. Вот. Диджитал майнер тоже скрафтить нельзя. Можно их покупать. Ферму можно купить еще. Автотрейдер. Шринкен девайс. Отлично. Дистракшн. Билдин гаджет. Эксчэнджин гаджет. Окей. Новый эмейл. Алмазное кольцо. Не знаю, зачем. Видимо, для чего-то. Чанк лодера можно будет покупать только на 18 уровне. Смотрите. Модификация стейшн. На 20 уровне только я смогу сделать себе апгрейды всяческие. Смотрите, на 23 можно сделать infinite storage диск. А это infinite fluid storage диск. Круть какая. Но это нужно 23 уровень. То есть по магазину мы видим, что 23, ну, где-то приблизительно уже конец. У нас есть два эмейла. В общем, чувак у меня просит 256 дерева принять. И также у меня есть письмо от... Майнозона. Майнозон. Майнозона. Вот. Теперь я могу купить этот контроллер. Ну, видимо, когда выполню задание. Еще есть записки. А, это как наша доска. Кто-то от меня хочет 16... 16 золотых монет. Это здесь тоже появилось? 16 золотых монет. Ну, мне кажется, golden coin я могу сделать. Golden coin. Такие? Это же такие golden coin, да. 16 golden coin. И для этого мне нужно... пресс. Интересно. Или это не такие коины? Или это просто отображает, что их здесь три? Значит, мне нужен будет пресс. А для пресса еще нужно будет вот такую формочку. Хорошо. И мне нужно 256 дерева. По большому счету, как бы, дерево я могу сдать. Но в коробочке, в парселы, влезает только 16 штук. Я могу очень долго отправлять маленькими кусочками, но не хочу. Потому что у нас есть... У нас есть, смотрите... Delivery. Delivery. У нас есть коробки. Надо себе вынести коробки, баррели. И потом еще для энергии всячески. Нет, это просто апгрейды. И вот есть такой дрон-пэд. С которого будет улетать дрон. Но его тоже нужно запитывать. Я думаю, я его буду серво запитывать. И он будет стоять на улице. Значит, что нам нужно на дрона? Алмазы, редстоун и железо. Если я не ошибаюсь. Я его вынесла? Не вынесла? Нет? Я его не вынесла. О, еще один email. У меня теперь будет выскакивать, когда... Ну, давайте сделаем два тогда дрона. Возьмем кусочек трубы и попробуем... Трубы... Кабеля и попробуем запитывать его... От этого двигателя. Потому что мед у меня копится. Его нужно просто в блок сжать. Можно сразу поставить какой-то этот... Компактинг дроверс имела в виду. Поставить, чтобы... Вам нужна энергия? Или нет? Может, даже не нужна им энергия. Интересный поворот. Интересный. Значит, что мне нужно? Тогда ты иди сюда. Ты мне пригодишься для чего-то другого. Значит, мне нужно сделать коробочку. И на самой коробочке мне пишут, сколько она вмещает? Нет, не пишет. Мне нужно посмотреть в книжке, сколько вмещает какая коробочка. Вот у нас есть пакетинг. Картборд, боксы. А здесь не пишет, сколько они вмещают. То есть делайте, проверяйте сами. Так, картон. Нет, уйди. Картон. Значит, коробка делается из картона и древесины. Это уже более такая существенная упаковка. И сколько в коробке слотов? В коробке один слот. Один слот на один стек, я так понимаю. Так, хорошо. Давайте сделаем из всего коробок. И они тоже не стекаются. Да чтобы вам хорошо было. Ну, серьезно. Так, значит, теперь коробку нужно проапгрейдить до железного состояния. И посмотреть, сколько в железном... Надо будет себе записать, сколько в какую влезает. А, ты не переделываешься из... Я умничка. Раз, два, три, четыре. Буду сейчас отправлять так. Это с четыре стека. Да, четыре стека дерева от меня требует. У меня есть четыре стека дерева. По крайней мере, я в этом сильно уверена. Что нужно сделать? Нужно поставить коробку. Тогда я еще дронов доделаю. А что нет? А что нет, если они энергию не кушают? Пускай себе будет побольше дронов. Могу себе позволить. И буду прямо по стеку отправить. Видите, как только появился компьютер, у нас сразу задания пошли более объемными. Так, 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 так. Теперь в каждую коробку по стеку. И если я не ошибаюсь, коробку нужно просто сбить. Дерево с нее не вывалилось. Поставить или дропнуть? Дропнуть, наверное. Нет? Поставить. О, закинуть сюда. Нет, ему все-таки нужна энергия. Видите, 0 РФ показывает. Подождите. Смотрите, что мне торговец принес. Тропическую рыбку. Да, беру. Уже. Подожди. Только мед сожмем. У меня получится его весь сжать. О, отлично. Прям стек меда получился. И купим рыбку. Почему нет? Почему нет? Знаете, это... Перепродажа тоже бизнес. Так, пожалуйста, одну рыбку. Спасибо большое. А теперь запитаем эти штуки, потому что оно мне показывает, что заряд есть в этом, но нету в самих дрон-падах. А, тебя нужно еще на вытаскивание энергии. Да не убивайтесь там об кактусы. Что они такие глупые? То об кусты, то об кактусы. Постоянно убиваются. Мне нужен ключ, чтобы настроить вход-выход. А еще сделать конверт и отправить по почте чисто эту рыбку. Отправляют рыбки по почте, правда, не в ведрах. Но все же. Так. Давай. Я не то стеляль. Ой, он уже получил какую-то энергию. Видите как? Они все улетели. Милота какая. Вот это доставка будущего. Главное, чтобы никто не сбил. Вот. Начнет оно заряжаться. И заказы просто сыпятся, как из рога изобилия. Серьезно. Оно до утра там доедет или нет? Подожду, не буду спать. У меня заказы сыпятся просто как из рога изобилия. Вот это те, что у меня сейчас висят. А это новые. Смотрите. От меня просят два ведра латекса. Обязательно. Тысячу сахара. Обязательно. И 16 бамбуматов. Круть. Задания просто полились на меня. Бамбук нужно будет найти. Но мне кажется, что... Чувак, а ты не продаешь бамбук? Я бы купил у тебя росточек. Стой. Не пугайся. Нет, ты не продаешь бамбук. К сожалению. Достаточно бесполезно. Если штуки продает, чувак. Я думаю, теперь можно поспать. И посмотреть, придет награда. Опять серия затянулась, но... Ну дроны же. Ну интересно. Интересно, сколько мне отвалят. А нет. В смысле? Это еще не долетело или что? А, типа, дроны не вернулось. Значит, не долетело. Бласт чиллер. Окей. А когда доставят дроны? Дроны, видимо, нужно апгрейднуть. Да, вот, висит еще не выполнено. Задание. Есть еще письма? Нет, писем больше нет. Это то, что у нас висит. А это, собственно, магазин. Да, денежка на баланс еще не поступила. Я могу посмотреть, сколько он мне... Да, он мне соточку заплатит за это. И в результате мы сможем купить себе контроллер. Компьютер на... Хотела сказать, на моде, на меде. Вот. Выполнилась. На почту мне уже ничего не приходит, да? Вот сюда. Но мне на баланс зачислили 100 баксов. Я могу купить себе контроллер. Замечательно. Давайте купим. И контроллер тоже вроде бы должен прийти по почте на утро. То есть все, как и здесь. А дроны не вернулись еще. А можно моих дронов обратно? Чтобы дроны быстрее двигались, им нужно вот такие апгрейдики вставлять. То есть апгрейд бейс первого тира, второго тира. Ага, они просто наслаиваются. Но я бы это предпочла делать, когда уже рефонька будет. Refined storage. Ресонька тогда. Потому что такая матрешка, ее удобнее будет крафтить через какой-то автокрафт. Круто! Сахара у меня есть достаточно. Как только дроны вернутся... Вот, дроны вернулись. Нужно будет сделать коробочки побольше и отправить сахар. Но это уже в следующей серии. Я займусь тем, чтобы раздобыть слаймов. Мне очень не хватает слаймов. Попытаюсь их как-то раздобыть, потому что RF storage без слаймов сложно будет начинать. А на этом все. С вами была Флешка. И всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова